Эту историю зооволонтер Ирина из Ижевска рассказала на страничке фонда в социальных сетях. Девушка поехала на теплотрассу, чтобы найти примеченного ранее кота, но уехала она оттуда совсем с другой находкой. Ирина обнаружила, среди других бездомных мурлык крупного кота, с жутко свалявшейся шерстью и раной на голове. Он ковылял по улице, и грозно старался смотреть на всех вокруг, а когда девушка попыталась поместить его в переноску, получилось это лишь с третьего раза. Упрямец сопротивлялся, как мог. В ветеринарной клинике рану от удара по голове, прочистили и обработали, а причиняющую боль животному шерсть, пришлось сбрить под наркозом, иначе строптивый кот царапался, кусался и сопротивлялся, раняя своих спасителей. Молодого парня с явными признаками породной примеси, Ирина назвала Фоксом. Поначалу он агрессивно был настроен по отношению ко всем вокруг, но вскоре, поняв, что опасности нет и плохого ему не желают, немного оттаял. Особенно расположен наш джентльмен был дамом, чье внимание и ласку принимал терпеливо, но без особых восторгов. Фокс знал лоток, был воспитанным и чистоплотным котом, потому волонтер сделал и вывод, что он, бывший домашний питомец. Возможно, он оказался на улице из-за своего крутого нрава, а возможно, причины были и другими, но никто его не искал. Было решено, попробовать пристроить Фокса в добрые руки. И люди, рискнувшие взять себе колючего котика, нашлись. Посмотрите, в какого роскошного пушистого кота он превратился спустя некоторое время в домашних условиях. История Фокса закончилась благополучно благодаря внимательности и терпению добрых людей. Расскажите, а удавалось ли вам помогать бездомным животным? Делитесь своим опытом и вдохновляйте им в комментариях. Субтитры создавал DimaTorzok